Доброе утро, мои подписчики, гости моего канала. С вами Марийка. Вот, хотела сегодня вам показать, но вы все это уже знаете, ромашку. Это, я думаю, нет такого человека, чтобы не знала, что такое ромашка и как она выглядит. В принципе, есть лечебная ромашка, но вот этот вид, он высокий, это высокая ромашка. Запах вы не перепутайте с обыкновенной. Есть низкая ромашка, а эта лечебная ромашка, она более высокая. Немножко другой вид. Главное у ромашки лечебной, вот так вот, кверху, вот это вот, как это называлось, желтенькая. Ну, вы понимаете. Листики, лепесточки направлены вниз. И вот сама сила растения, она содержится вот здесь. Здесь масло и семена. Ох, пчела прицепилась ко мне. Вот, так ромашка обладает спазмолитическим, противовоспалительным, обволакивающим. Убирает воспаление со слизистой оболочки внутренних органов. Очень хороша для полосканий горла. При гастритах, при колитах, при всяких воспалениях пищеварительного тракта, в особенности. Из ромашки делают настойки, пьют, как чай, и делают мази. Мазь хорошо успокаивает кожу. Так что, если вы найдете ромашку, запаситесь. Вред это не принесет. Ромашка должна у каждой хорошей хозяйки быть дома, в домашней аптечке. Даже при ушибах, если вы будете делать отвар, сделайте, будете делать компрессы. Она и ушиб, хематомы хорошо, свежие хематомы, она тоже хорошо рассасывает. Если плюс, к ромашке вы прибавите отвар еще поддорожника, листа. Это будет очень великолепно, как первая помощь при ушибах. Так что, запасайтесь ромашкой. В принципе, она входит в один тибетский сбор, где находятся тысячелистник, зверобой, ромашка, липа и бессмертник. Это очень хороший профилактический сбор для здоровья. Хорошего вам всем дня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok